Доброго времени суток! Вы смотрите программу ПРО. В ней мы знакомимся с новинками на потребительском рынке и общаемся с ведущими экспертами города и области. И сегодня программу ПРО для вас проведут Михаил Петренко и Елена Аксенова. Смотрите в программе. Как купить не новую машину. Про современный салон поддержаны автомобилей. Автомобиль не роскошь. Про автокредитование. Чип спешит на помощь. Про способ защиты от контрафактного меха. Чипирование шуб. Миш, скажи, пожалуйста, ты очень хорошо разбираешься в автомобилях. Какой еще способ приобретения автомобиля существует, поддержанного, если не через объявление? Можно же попасть на каких-то мошенников. Если даже не на мошенников, можно приобрести автомобиль у автовладельца и потом он через неделю сломается. Это еще дополнительные траты. Как себя обезопасить? Есть несколько вариантов. Я думаю, что самый простой вариант, как поступает большинство людей, это мы находим объявление. Собственно, по объявлению находим автомобиль. Встречаемся, смотрим на владельца. Если владелец вызывает доверие, это уже хорошо. Смотрим автомобиль. Едем на СТО. Ну и прежде всего, если сами не разбираемся, то лучше, конечно, взять с собой человека, который разбирается, который уже может на первый взгляд как-то оценить такую машину и сделать первичный вывод. Хорошо. А если нет такого знакомого, нет такого человека, который может посоветовать? Тогда смотрим сюжет. Там есть ответ на этот вопрос. Хотите купить новый автомобиль? Не то чтобы совсем новый, подержанный. Просто ваш старый автомобиль почему-то уже не отвечает вашим же новым требованиям к личному автотранспорту. И значит, встает вопрос о замене. Где купить подержанный автомобиль? Ну, лично я обычно покупал его в интернете, по объявлениям на сайтах. В редких случаях ходил на авторынок. А все чаще мои друзья сейчас покупают в автосалонах, в автосалонах подержанных автомобилей. Почему же сейчас многие в поисках улучшения своего автомобильного вопроса обращаются именно в салоны подержанных автомобилей? Если у вас есть машина, то первая проблема, с которой вы сталкиваетесь, это ее продажа перед тем, как купить. И вот здесь срок продажи в среднем занимает обычно 3-4 месяца. Это долго, это неудобно, это поездки всевозможные и так далее. Здесь выкупают вашу старую машину, предлагая взамен выбрать автомобиль из представленных в салоне. Вот автомобили, которые здесь стоят, это те, которые были проданы или нет? Другие автомобили? Обычно такие машины, которые пригоняют к нам клиенты после сибирской зимы, они не проходят наш контроль качества. Все машины, которые здесь есть, мы закупаем у официальных дилеров 3D-новские машины. То есть они про них знают всю историю, они обслуживались у них. Это качественные машины и они дают нам хорошую скидку, так скажем, чтобы цена на наши машины оставалась рыночная. Таким образом, вот этот механизм, да, то есть мы выкупаем вашу машину, в каком бы состоянии она ни была, и отправляем ее по назначению, да, вот, а сюда привозим качественные, хорошие автомобили, которые вы можете выбрать и купить. Вот примерно так. Те же автомобили, которые салон выкупает у клиентов, далее продаются в районных центрах, в деревнях или на авторынках. Таким образом, автосалон выступает связующим звеном между разными потребителями и дилерами. Получается, что автосалоны – это посредники, и, наверное, логичнее было бы и дешевле купить через интернет, ну, непосредственно у продавца. Если бы автосалоны выкупали машины у людей, а потом накручивали какие-то свои комиссионные, да, и продавали, тогда бы это был бы посредник. Механизм купли-продажи автомобилей выглядит так. Крупные дилерские автосалоны, торгующие новыми машинами, вынуждены забирать по программе «Трейд-ин» авто у своих покупателей. Однако заниматься их реализацией дилерским центром сложно. Тут на помощь приходят автосалоны поддержанных автомобилей. Они берут на взаимовыгодных условиях эти машины на продажу уже для своих покупателей. Специалисты, работающие там, осуществляют всю предпродажную подготовку. Мы не совсем посредник, мы делаем какую-то часть работы вот в этом, можно так сказать, производственном цикле по продаже автомобиля. При этом мы еще несем ответственность, при этом автосалон делает все документы, оформляет машину. Вы сказали об ответственности. Это что за ответственность? Ответственность полная на автомобиле идет. То есть даже если мы смотрим на закон прав потребителей, машина должна ездить после того, как вы ее купили. И там должно все соответствовать ей. И когда автосалон является продавцом, то он идет в договоре как продавец. И соответственно ответственность несет полную он. Вот чего не скажешь о людях, которые продают машины через интернет, потому что ни для кого уже, наверное, не секрет. И это можно легко очень проверить, что 95% на тех же самых сайтах это перекупы. Автомашины, которые попадают в салоны поддержанных автомобилей, проходят очень серьезную проверку. Сначала идет полная документальная проверка автомобиля юристами автосалона. Дальше машина проверяется технически. Это порядка 100 пунктов, по которым машина должна пройти ОК. Если такой чек-лист не пройден, машина либо отправляется на доработку, либо ее полностью убирают с линии продаж. Прошедший же предварительную проверку автомобиль проверяется еще раз на независимой станции техобслуживания. Причем для каждой марки машины подбирается станция, которая специализируется именно на этой марке. После чего автомобиль появляется в салоне перед покупателями. Точно так же юридическая проверка совершается при продаже автомобиля. И плюс клиент, который покупает машину в автосалонах, он всегда имеет возможность загнать машину на станцию перед покупкой. Обычно автосалоны очень хорошо к этому относятся и даже сами рекомендуют, чтобы была полная уверенность в том, что человек покупает хорошую машину. Покупая же автомашину с рук, вы, конечно же, можете поторговаться и, возможно, купите ее подешевле. Но в таком случае гарантию, что этот автомобиль не поломается где-нибудь через месяц, может дать только непосредственно сам продавец. Честно глядя, вам в глаза. Все? Вопрос снят? Ну, про возможные варианты покупки автомобиля снят. Теперь осталось определиться с автомобилем, какой выбрать. А у меня есть сюжет. Смотрим. Далеко не каждый может позволить себе приобрести автомобиль за наличные средства. Банки предлагают своим клиентам воспользоваться кредитом для решения транспортного вопроса. Но для многих эта сфера непонятна и полна мифов. И от обилия неверной информации приходится отказываться от покупки. Мы решили узнать у опытного специалиста, какие данные об автокредитовании являются мифами и на что нужно обращать внимание в решении данного вопроса. Слушаем эксперта. Всем привет. Да, действительно, сфера автокредитования полна мифов и заблуждений. Мы имеем большое количество банков, большое количество кредитных программ, где разными способами спрятаны различные переплаты и дополнительные опции. Множество людей из-за этого либо отказываются от покупки автомобиля, либо покупают не совсем то, что хотят. Так вот, сейчас о некоторых мифах я расскажу. Первый из них это то, что при покупке автомобиля в автокредит обязательно делать страховку каска. Якобы банк ее навязывает, либо заставляет делать. На самом деле, на данный момент в большинстве банков есть альтернативные программы. Вы можете либо делать каска, либо отказаться от него. Это ваше право, и вы сами решаете, страховать автомобиль или нет. И вот еще один миф. Многие думают, что когда вы покупаете машину в автокредит, банк обязательно заберет ПТС, и вы не сможете либо продать автомобиль, либо вообще не доверяют банку и думают, что если с банком что-то случится, то человек окажется без документов на руках. На самом деле, большинство банков ПТС сейчас вообще не забирают, а просто добавляют ВИ-номер в залоговую базу, и машина там числится. А по поводу того, что вы не можете продать свой автомобиль, это вообще не так. Вы имеете полное право на это. Вы просто говорите покупателю на ваш автомобиль, что машина находится в залоге, предположим, там осталось 100 тысяч долга, встречаетесь в банке, закрываете кредит. При этом у покупателя остается еще и справка о том, что машина не в залоге, что она выкуплена, и он довольно счастливый ей ставит машину на учет. Вы остаетесь при своих деньгах и можете покупать новый автомобиль. А по поводу хранения ПТС, подумайте, на мой взгляд, гораздо надежнее, когда ПТС лежит в банке, чем у вас на руках. Больше шансов, что он там сохранится и будет более целый. Но даже если что-то произойдет с ПТС, всегда можно сделать дубликат, это не проблема. Об основных заблуждениях, связанных с кредитом, мы узнали. Теперь возникают вопросы. Как действовать и с чего начинать? На что нужно обращать внимание, чтобы не попасть в ловушку? И какие программы автокредитования выбирать? Передаем слово специалисту. Да, действительно, в данный момент большое количество предложений по кредитам, большое количество банков, разные проценты, разные условия и разные дополнительные опции, которые банки любят туда включать. Так все-таки, на что же в первую очередь обращать внимание, чтобы не переплатить нижнего и как правильно посчитать переплату? В первую очередь, как это странно не покажется, я рекомендую обращать внимание все-таки на сам платеж, даже не на процент. Потому что именно эту сумму вы будете каждый месяц носить в банк, и именно основываясь на этой цифре, вы можете посчитать действительную переплату. Но и здесь есть тонкость. Некоторые банки давным-давно научились и здесь немножко занижать цифры и запутывать людей. Есть такая форма сейчас, как кредит с остаточным платежом. Это когда вы берете кредит, например, 500 тысяч, например, на 3 года, это 36 месяцев, и вам считается платеж очень маленький, ну, например, тысяч по 5. То есть если мы умножим 5 тысяч на 36 месяцев, не получится даже само тело кредита. Суть его в том, что платеж вам рассчитывается, на самом деле, на 35 месяцев, а в последней, 36-й, вы должны закрыть половину кредита, ну, то есть 1250. Эта программа рассчитана на то, что вы, купив автомобиль, покатавшись на нем, сдаете машину в трейды, и сумма закрывается. Вот, такая программа есть, удобно, неудобно, решайте, конечно, сами, но стоит на это обращать внимание. Второй способ – это, например, когда человек выбирает между несколькими банками, просит рассчитать кредит ему, например, на 3 года, на те же 36 месяцев, вот, менеджер ему считает, и какой-то менеджер считает платеж меньше. Человек думает, вот, вот оно, поеду туда. Приезжает туда, и оказывается, что кредит ему действительно рассчитали вроде как на 3 года, но не на 36 месяцев, а на 38. Ну, просто менеджер округлил. Таким образом появляется два дополнительных платежа, и визуально сам платеж, что по кредиту кажется вроде бы меньше, но поскольку человек уже приехал, менеджер, может быть, рассказывает ему еще про какие-то дополнительные преимущества своего банка, и человек, в общем-то, соглашается. Ну, подведя итог всему вышесказанному, я все-таки хочу сказать – обращайтесь к профессионалам. Спасибо за внимание. Пока. Итак, ответы просты и понятны. Благодарим специалиста и надеемся, что данная сфера теперь для вас стала более понятной. Специальное предложение в автосалоне RDM Import. Полноприводный кроссовер Hyundai Santa Fe Classic 2009 года по цене всего 610 тысяч рублей. Техническая и юридическая гарантия. Скидка 25 тысяч при покупке машины в кредит. В Сибири очень востребованы меховые изделия, и поэтому их очень часто подделывают. Как себя обезопасить на меховом рынке – узнаем из сюжета. Шуба для нас в Сибири – не просто роскошь. Многие ее покупают именно для тепла. Сегодня научимся отличать легальный товар от контрафактного. Как не спустить деньги на ветер и купить меховой товар заявленного качества. До недавнего времени никто, кроме соответствующего эксперта, не мог дать гарантию, что облачившись в норковые, соболины и лепестцовые шубы, вы станете обладателем качественного изделия. Сейчас возможность получить полную и достоверную информацию, не отходя от кассы, есть у каждого. Ну вот смотрите, на шубу маркируют вот такими кизами, они называются контрольно-идентификационный знак, который обладает здесь встроен чип, и вся информация о шубе, о изготовителе. Как я, как покупатель, могу определить, что это за шуба, где она изготовлена? Существуют такие программы, которые можно скачать на телефон. К примеру, и вот покупатель приходит и хочет выяснить. Он сканирует либо QR-код, давайте с вами сейчас это сделаем. Ага, вижу. Расканирует и дает ссылку на сайт. Мы переходим, и показана вся информация о шубе. Изготовитель, наименование. Вид меха, страна, производитель, бренд, продавец. Здорово. Крашеный мех, некрашенный. Ну, в общем, все про изделие. Конечно, чипирование ввели с целью уменьшить количество контрафактного товара на территории нашей страны. Такая маркировка дает возможность выявлять и перекрывать схему уклонения от уплаты пограничных и налоговых платежей. Кроме того, КИС или контрольно-идентификационный знак, именно так называется этот вид чипа, позволяет обезопасить покупателя от обмана. Ведь бывали случаи, когда некоторые продавцы с целью обогащения вводили потребителя в заблуждение, сообщая другую страну производителя или выдавая один вид меха за другой. Крашеный мех, некрашенный. В общем, все про изделие. Российский производитель имеет вот такой зелененький КИС. А зарубежные производители, то есть они ничем по внешности не отличаются, только цвет. Красный – это зарубежный, зеленый – это наш российский. То есть неважно, какая сторона, все равно красный будет, да? Ну, еще для покупателя, как бывает, какой вид обмана. То есть там пишут, например, Греция, она, допустим, из Китая. То есть еще от этого защищает. То есть когда вы вводите эту информацию в программу, вы видите, где у нас на самом деле произведено изделие. Мутон. Крашенный мутон. Норка. Норка-рысь. Крашеная норка. А чипы-то не врут, все соответствует. Кто имеет право чипировать шубу? Чипируют шубы производители. Только изготовитель имеет право на чипирование. То есть если это за границей, то, соответственно, если, например, куплена шуба в Китае, то... Да. Ее уже, даже вот кто закупает товар, допустим, он берет уже шубы чипированные. А чипирование ведет к удорожанию шубы? Можно сказать, что это приводит к незначительному удорожанию, потому что закупка оборудования, которое производит весь этот процесс, запускает чипирование. Вот. Но значительно на цене это не сказывается. Совет. В случае, если продавец объясняет отсутствие маркировки закупом товара до 2016 года, то есть до момента вступления закона о чипировании в силу, знайте, это явное нарушение. Коммерсант должен был запросить КИС у производителя и установить его на шубу. Кстати, если программа считывания QR-кода не установлена на вашем смартфоне или не работает, есть еще один вариант все узнать о товаре. Второй вариант, если у вас нет такой программы, то вот этот номер, это и есть тоже контрольный идентификационный знак, вы его на налоговом сайте вводите, и вам тоже вся информация о шубе будет предоставлена. Жилетки, шубы, куртки, одним словом верхняя одежда – это именно тот товар, который без чипа в нашей стране вне закона. Но все же есть меховые изделия, которые такой маркировке не подлежат. Головные уборы, шарфы, изделия с меховой оторочкой, галантерейные товары, перчатки, варежки, обувь, игрушки, спортивные аксессуары. Все-таки хорошо понимать, за что платишь деньги, а чип дает такую возможность. У нас в студии Василина Катаева, наша соведущая по программе ПРОМ. Привет. Привет. Кстати, когда я был в Греции, снимали там программу, я видел весь процесс выделки этой шубы. Одна из технологий – это когда шкуру обрабатывают, а потом ее режут. То есть целую шкуру режут на много-много мелких таких полосок. И потом ее сшивают так, что она получается такая приталенная, ну то есть по фигуре, каждому своем. Это самая дорогая технология, самая сложная, но она самая такая, лучшая. На нашем рынке очень много меха, меховых изделий, которые не соответствуют качеству и цене заявленной. Это чипирование, получается, нас спасает от того, что мы приобретаем товар некачественный. Да, ты все верно поняла. То есть та информация, которая хранится в чипе, это информация о шубе. И мы можем посмотреть, когда она изготовлена, где, какой мех. И ты уже, получается, не купишь шубу, которая через год облезет. Я просто могу всю информацию там найти. Да, да, да. И ты будешь уже уверена, что шуба хорошего качества, потому что ты сама ее выбрала, и ты видишь информацию о шубе на этом чипе. Я так полагаю, что скоро эти чипы появятся не только на шубах, но и на нас. О, не знаю, как насчет нас, но есть информация, что такое чипирование будет проходить практически со всем вещами. Пальто, шапки меховые, пуховики. Ну, может быть, и на нас, конечно, потом до нас очередь дойдет. Очень бы не хотелось, если честно. А с другой стороны, потеряешься, тебя хоп, найдут. Или проверка, качественная ты или некачественная. Где ты была изготовлена? Где накосячила будет? Вот про это, пожалуйста, ненужную информацию сохранять. Все будет. Это была Василина Катаева, наша коллега по программе. А еще больше интересных и необычных фактов с потребительского рынка вы сможете посмотреть в наших следующих выпусках. Смотрите нас каждый четверг после вечернего выпуска новостей по выходным в утреннее время и на сайте nsq49.ru. С вами были Елена Аксенова и Михаил Петренко. Вы смотрели программу «Про». До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!